Из Рыбновского района на фронт ушли около 11 тысяч человек. Назад вернулась только половина. Несколько десятков рыбновцев стали героями Советского Союза. Андрей Горелов рассказал, что в преддверии памятной даты, 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, запланировано множество мероприятий. Эта печать книги «Никто не забыт и ничто не забыто», а также памятного календаря, который несет образовательную функцию. В нем расписаны события Отечественной войны, а также имена и истории героев-рыбновцев. Андрей Горелов добавил, что активно ведется работа над музейными экспонатами. Мы сейчас готовим такое, можно назвать, наверное, достопримечательное место даже. Это вагон «Теплушка». Это реконструкция, конечно. Я не говорю, что это настоящий вагон, но, тем не менее, мы практически к исходному материалу подошли. Готовим вот этот вагон, который будет уже на примере, уже выставочен образцом. Именно показать, как уходили наши земляки на фронт. В праздновании 75-летия победы участие примут юнормейцы. В Рыбновском районе больше 300 юнормейцев, а к 9 мая в их ряды примут еще 6 отрядов. В настоящий момент в юнормии у нас, в юнормии созданы отряды в 14 школах, 20 отрядов. В отрядах 282 человека, все экипированы. Форма летняя 10 комплектов. Форма у нас для зимних мероприятий, специальное донесение вагон памяти. Областной штаб нам предложил 36-часовую программу работы в отрядах юнормейцев, по которым они занимаются, в школах со своими руководителями и кураторами. Патриотическому воспитанию в Рыбновском районе уделяют большое внимание. С подрастающим поколением проводятся встречи с ветеранами, с действующими военными и обсуждаются события Великой Отечественной войны. И подготовка к празднованию 9 мая идет полным ходом. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».